Здарова, народ! И сегодня у нас довольно мощная имба на восьмом уровне. Это Борисыч Бораске. И здесь он в этом бою показал настоящий мастер-класс. Просто какие-то запретные чудеса. Ладно, всё внимание на экран. Красивейший боецки нас с вами сегодня ждёт. Погнали, залетаем на Малиновку. Открытая карта. Поэтому решает наш герой здесь немножечко в светляка, по всей видимости, сыграть. И сразу заваливается по центру карты, занимает здесь имбовые кустики и погнали. Но тут имбовые, конечно, но опасные. Этого забывать не стоит. Немножечко ошибёшься, засветишься в неожиданный момент. Она прилетает просто со всех сторон. Здесь вся надежда на то, что никто из противников сюда светить не поехал. Но вообще вот такой боецкий, да, где нету вообще лёгких танков, если вы обратите внимание, ни одной ЛТХи на две команды. Вот в таких боецких, я вам скажу, можно попробовать и на Борисоныча посветить. Почему бы и нет. Да даже на каком-нибудь тяжике можно попытаться. Всякое в нашем рандоме бывает. Так, ну и здесь пытается наш герой просматривать гору. В принципе, есть и прострелы. Вон ИСМ торчит, да. Но, опять же, видите, вот к чему приводит это всё дело. Откидали по ИСМ. Дамага не нанесли. В итоге только засветились. Спалили свою позицию. И вон уже Т29 он к нам едет, да. Сейчас сюда подожмётся и уже так выкатывать не выйдет. Альпин Тигр тут засвечивается Бортецким. Кстати, можно было бы и два снарядика залупенить. Но зашёл только один. Чё поделать, чё поделать. Так, аккуратненько. Сейчас ещё раз на Альпин Тигра попробуем поработать. Бля, Альпин Тигр по нам откидывает. Стоять. Дружище, куда собрался? Броня не побрита тут ещё. Ё-моё, два раза без дамага. Вот такие пироги у нас пирожковские, да. Не получилось особо с Альпин Тигром. Всего одну тычку из четырёх снарядов успешно дали. А остальные все три Альпин Тигр тонканул. Ну ладно. Тем временем уже счёт 0-3 и очень похоже... Ой, уже 0-4. Похоже, что наша команда сейчас отдаст гору. Потому что на горе прям ситуация аховская у нас. Ну посмотрим. Так, ну тем не менее, целей на горе довольно много. Чит ОСП вон засвечивается. И начинаем работать. Начинаем работать. Счёт 1-5. Тем временем... Наша команда что-то очень хреновенько смотрится. Тем временем он ИС-6 решил на базу встать, думает. Раз 1-5. Раз всё проигрывается. Займу-ка я базу. И по стариночке, как говорится. Базу взял. Считай, тоже победил, да. Почему бы и нет. Тут, правда, Т-29 против этого дела. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Второй снаряд. Подскочили, да, на рельефе. Не получилось закинуть. Ещё и 50-100 тут нам ББшечкой зашвыривает. На 349 по заднице. Ёпперес это. Так, 2-6. Но, тем не менее, мы начали активно захватывать базу. Там уже ИС-6 объединился со Скорпионом. И мы забираем Т-29. Возможно, это был очень важный фраг. Потому что Т-29 там на базу поглядывал. Да, ну и, правда, ценой очень высокой. Да, много хп довольно потеряли. Т-34-100 аж два раза по нам зашвырнул. Да и МХ-50-100 у нас простреливает тоже. Но, тем не менее, вот уже 30 секунд до захвата базы. Неужели возьмут, а? Счёт 3-7. Реально, все надежды сейчас на то, что базу возьмём. Альпентигрик летит. Походу летит на сбитие. Посмотри, просто едет забил на всё. Так, надо его как-то останавливать. Но он вроде и так не успевает. Подожди, захват заблокирован. Там Бораски врывается вражеский. Всё. Базу уже не возьмём. Бораски уже успел. Сейчас там 50-100, скорее всего, подтянется. Или ещё кто-нибудь. Теперь дела нашей команды сильно-сильно ухудшились. Но что поделать. Всякое случается. Всякое бывает. Так, а водный Борисыч. Давай попробуем хотя бы его добрать. У нас здесь неплохой прострел. И добираем. И тут же нужно прыгать сюда. В низиночку. Потому что там с горы нашу картонную задницу могут приголубить. Поэтому надо поаккуратнее. Так, ну всё. Три танка у нас в команде. Два захватчика там из шести. Скорпионный. Наш Борисоныч. И уже он из Скорпиона добирают. И с шесть там по центру карты. Чё-то мне подсказывает. Долго не простоит. А наш герой решает обратиться к старому доброму другу. Мистеру Кустовскому. Да? Кусты занять. Какие-нибудь. И издалека чё-то попробовать ещё накидать. Конечно, вытаскивать такой бой этому уже мечты какие-то. Но ещё домашечки дать можно попробовать. Так, народ. Ну, перед финалочкой давайте вам напомню, что спонсоры этого видоса парни с классного сайта. Водголд, где вы можете себе золото и премиум танки получать. Советую вот на водголд главный контейнер, из которого больше всего крутых призов выпадает. Я-то выбивал и ловешника, и 10 тысяч голды, и СТРВС-1. Да что только я не выбивал. К тому же, если вам там вдруг какой-то ненужный премтанк выпадает, вы можете спокойно забрать его в виде полной стоимости в голде. В общем, залетайте. Ссылочка в описании. А если будете счёт на водголд пополнять, вот этот наш классный промокод вводите. По нему каждый получает гарантированный подарок бонус. Там вверху сайта кнопочка пополнить. Вверху справа, да? Нажимаете её, и там окошко будет, и в нём надпись у меня есть промокод. Вот прямо на эту надпись жмёте, и туда в строчку вот этот наш промокод классный вводите. По нему бонус реально неплохой при пополнении. Поэтому обязательно введите. В общем, ссылочка и промокод в описании под видео. Всё там внизу ищите, смотрите. А мы продолжаем смотреть, что тут у нашего Борисоныча происходит. На нас выкатывает. Т-34-100. Т-34-100 добрали, но пришлось, опять же, даже от него получить. Не, нормально так. Нам Т-34-100 до этого ещё две тычки давал. И вот третью запихнул на 267. Ты посмотри, а что делает. И один в пять наш герой остаётся. Эмилька против нас. И ещё целых четыре ПТ-хи. А вот Эмилечка наваливает, смотри. Готов, дорогой. И СУ-стоим-1. Потихонечку подъезжает. Ля, СУ-стоим-1 прямо на нас прёт. Чё творит, а? Чё творит? Так. Вообще ничего не боится. Ну и, видите, ему немножечко фартит, потому что первый снаряд у нас не зашёл, а вот второй уже сделал своё дело. Да и СУ-стоим-1 куда-то не туда поехал. Чё-то у него очки, видимо, забыл надеть. Не заметил куда ехать и в границу карты уперся. Вот наш герой тут удерживает позицию у воды, да? Водичка, он рядом с нами. И вынуждает ПТ-шек ехать на него. Здесь очень много кустов, с которых можно вылезти и встретить их. Но вот, правда, есть одно но. Против захвата базы нам поставить нечего. Против захвата базы нам нечего предъявить. Вот такое небольшое но. А захват тем временем начинается. А нас вон не выпускают. СМВ-67 сидит нас тут сторожить. Ну ладно, давайте попробуем. Выкатываем на СМВ. СМВ-шич на нас едет. Ну куда ж ты, дорогой? Ваншотный-то собрался. Расскажи, пожалуйста. На халявочку хотел, да? На халявочку не получается. Тем временем захват базы движется. Чуть больше двух минут до захвата базы. Ну пока что один всего захватчик. Второй еще где-то катается. Я так думаю СУ-152 мне кажется почему-то на захвате базы стоит. Или... Или... Нет, подожди. СУ-152 вне базы светится или что? Или это по миникарте неправильно показывает? Так. Нет. СУ-152 почему-то не стал на захват, а просто стал в какие-то кусты, да? На захвате ЧИТО-СП. Интересный у них план. А почему СУ-152 не стал на захват, расскажите мне. Или он АФК? Или он там в кустах? Он там АФК-шит стоит, да! СУ-152 в кустах АФК-шит стоит. Вот это расклады. Не, ну везучий Борисона. Мало того, что имба десятый фраг уже наколачивает, так еще и везучий, а! И остается картонный и ваншотный ЧИТО-СП. Ну, может и танкануть ЧИТО-СП, но если мы правильно все сделаем, то шансов у него немного. Объезжаем, меняем позицию, чтоб Бортецкий сейчас увидеть и тогда вообще все должно быть без вопросов. Тем более он стоит на захвате, мы четко знаем где он неожиданности здесь не будет. А вот и ЧИТО-СП смотри, танкует там что-то. Ну, мы сейчас шишечку выцелим. Да и делов там. Для отъезжает еще от кустов хочет прям наверняка. И броня не пробита первым, да? Ну, давай второй. Второй залетает. Вот такая победа на импе Борисоныче. Идем к итогам. Так, ну и тут у нас воин основной калибр, защитник, разведчик, Колобанов, пулмастер, да, 6,296 дамага, 11 фрагов, вот такая красотень. Вверху справа прошлый видос появляется, залетайте, смотрите, а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ.